Всем привет, меня зовут Валентина, я менеджер 9%, сотрудничаю с компанией Reflame в проекте про движение. Мой спонсор Даша Исаева. На данный момент в нашей структуре я самый молодой партнер. Я проживаю в городе Москва и учусь на данный момент еще и в 10 классе, то есть одновременно с учебой я сотрудничаю с Reflame. Как, собственно говоря, я узнала о нашем проекте? Я зашла на Инстаграм, увидела там, ну, профиль Даши, она, по-моему, на меня подписалась. Дальше я посмотрела этот, ну, достаточно красочный профиль, заинтересовалась, перешла по сайту, заполнила электронную почту и имя, и через несколько дней получила письмо в ответ на мой запрос. Прочитав письмо в первый раз, я как-то не прониклась идеей работы, я уже на тот момент так-то уже и передумала, и как-то мне вообще было страшненько немножко. Потом через несколько дней получаю я даже малочку, читаю все даже малочку, очень внимательно, не ленюсь, и заинтересовалась, то есть, ну, поняла сразу практически, как строится товарооборот, что примерно надо делать, так, ой, примерно, я уже ориентировалась. Ответила Даша в отклике, но я переживала насчет моего возраста, потому что на момент сотрудничества мне было еще 14 лет. Я уже вовсю пыталась найти для себя какую-то подработку, какой-то вид работы, но у меня не удавалось. Хочу сказать сразу, что с Арифлэм я знакома с детства, моя бабушка была несколько лет лояльным потребителем, и у нас есть, ну, знакомый, консультант, которая продавала нам продукцию, она хотела, ну, я хотела вначале пойти к ней работать, подрабатывать в Арифлэм. До этого я думала, что это только основывается на продажах, то есть, никакого вот строительства бизнеса в сети интернета или как-то еще там развитие структуры, личностный рост, этого я не знала. Я просто думала, что надо быстро взять каталоги, пойти продать, получить прибыль, и хоть как-то я буду подрабатывать, чтобы, ну, без дела не сидеть. Но как-то я не решала все это набрать нашей знакомой, поэтому я сидела и искала все в интернете. После этой дежималки я ответила Даше с согласием. Я поподробнее узнала, мы перешли в Скайп, до этого я вообще обычно Скайпом не пользовалась, хотя он был установлен. После этого я пользуюсь Скайпом регулярно, и мне все нравится и устраивает. Мне очень нравится наш проект. На данный момент я вышла на 9% практически во всем благодаря компании. Я собирала отклики. А, да, кстати, о рекрутинге. Я, да, мой первый заказ это мыло было, потому что я очень переживала, не доверяла, и 150 рублей за заказ я заплатила, ну, потому что как бы мне было, ну, не жалко потратить 150 рублей и узнать, ну, попробовать. Вот. Далее. Для меня актуальные методы рекрутинга. Это Инстаграм, Друг Вокруг и ВКонтакте. По большей части я собирала отклики. Было несколько моментов, что человек реально, ну, регистрировала, но как-то они куда-то пропадали, то говорили, что всё-таки это не моё, мне как-то лень, мне, ну, нету времени сейчас разбираться. Ну, вот типичные ситуации, с которой мы сталкиваемся, отрабатывая возражения. Ну, на данный момент я начала активно изучать Инстаграм. В принципе, у меня всё хорошо получается, отклики идут, всё хорошо идёт, и мне кажется, в ближайшее время я налажу свои взаимоотношения с рекрутингом и поставлю всё на постоянный, ну, на постоянный приток регистрации, в общем, как-то так сказать. Далее я хотела бы рассказать о своих целях и мечтах. В принципе, на данный момент, так как мне ещё 15 лет, меня устраивает очень даже уровень 9%. Когда я пришла в проект, я об этом даже не могла и мечтать. Когда я вышла на уровень 3%, я, мягко говоря, была в шоке, что реально работает, это никакой не обман. Потому что, когда я только рассказала своим родителям, они обрадовались, в принципе, сказали, ой, ура, подрабатывает наша дочь, уже, ну, самостоятельная становится. Но по большей части они думали, что я буду продавать, продавать и ещё раз продавать. Ну, на самом деле, поподробнее узнав, они были немножко в шоке, что, на самом деле, ну, Арифлейм — это не только продажи, это как бы и вообще намного более сложное изучение этой всей структуры, всего этого товарооборота. Не просто вот тупо бегаешь около метро, стоишь с каталогом, раздаёшь, продаёшь и получаешь немедленную прибыль, а потом как продал, так и получил, и, ну, нестабильно. Вот, поэтому меня, в принципе, устраивает и мой на данный момент 9-процентный уровень. Но, конечно, задерживаться я на нём не собираюсь, конечно, у меня мечта выйти на 22%. Я думаю, что если я уже сейчас на 9-ти, то, в принципе, всё можно уже достигнуть очень даже хорошо. Вот, а в проекте, мне кажется, личностное развитие, все мы развиваемся как личности, нам удаётся самореализовать себя. Вот, и так как я ещё даже несовершеннолетняя, то я думаю, что сейчас я делаю очень огромный вклад в своё будущее, так как если я сейчас за несколько лет разовью свою структуру и стану практически вот, ну, даже вот дойду до директора Ари Флейм, то, в принципе, мне на будущее можно только вот выучиться, ну, и как-то жизнь, жить будет лучше, проще и приятней. Вот, поэтому сейчас я осваиваю весь рекрутинг практически заново, потому что у меня сейчас и учёба, и времени мало, и получается, что даже иногда я пропускаю дни. Раньше я вообще практически вот летом не заходила в скайп, очень-очень редко, и то мельком. Сейчас я уже вот участвую в планёрке, я записала вот это видео, чтобы Даша разместила его на планёрке, потому что я на неё не успеваю завтра, вот, к сожалению. Учёба заканчивается только в 4 часа, в 5 я прихожу домой, планёрка только в 4. Вот, поэтому я стараюсь хоть как-то косвенно, но присутствовать в проекте, в жизни нашей команды, и буду стараться получить новый процентный уровень и повышение. Вот, на этом, наверное, я закончу своё знакомство с вами, было очень приятно, к сожалению, моего лица не видно, потому что я записываю видео на планшет, и почему-то оно записывается только без камеры. Если с камерой, то как-то, ну, сбои происходят в программе, поэтому, к сожалению, только вот так. Всем спасибо за внимание, всем пока, и удачи в росте!